Переадресую специалисту, историку Юрию Николаевичу Афанасьеву. Ну так что это такое было? Переворот? Антиконституционное деяние или конституционное вполне? Мне кажется, произошел такой, ну, в лучших традициях дворцовый переворот. И вот странная такая ситуация. И Анна Григорьевна сейчас рассказывала, и Николай Григорьевич про вот эти вот дни. Я их слушал с огромным интересом, и надо сказать, что почти все, что говорили вот до меня, это не только интересно, но во многом это справедливо. Все, все-таки, видимо, зависит от того, с какого ракурса смотреть. Так вот, мне кажется, никто пока не произнес событие, которое является, мне кажется, решающим вот в плане, так сказать, смещения Хрущева. Это 20-й съезд партии. Это было в 56-м году. Это было совершенно неожиданное событие. Доклад Никиты Сергеевича Хрущева о преступлениях Сталина. Это была на самом деле разорвавшаяся бомба. И это действительно было величайшее событие. И главное, с моей точки зрения, причина того, что Хрущева сместили. Ведь многие люди моего поколения потихоньку стали продвигаться от осознания того, что Сталин совершал преступление, к тому, что весь строй, весь режим был преступный. И тоже в какой-то мере благодаря Хрущеву. Посмотрите, в 61-м году он дает разрешение на публикацию «Один день Ивана Денисовича». На 22-м съезде он предложение вносит, это тоже прозвучало какой-то дикостью, создать и установить памятников жертвам сталинских репрессий. В своих мемуарах он пишет тоже неожиданные для такого человека слова. «Надо покаяться в содеянном, чтобы хотя бы потомки нас потом смогли, если не отпустить нам грехи, то хотя бы понять». Он признает не отдельные преступления, а наводит на мысли о феномене самом. Власть, режим преступный. Пирамида властная, вся эта номенклатура тогдашняя, она увидела опасность в том, что он вытворяет. Она увидела свою угрозу в Хрущеве. Поэтому финанс. Спасибо, Юрий Николаевич, спасибо большое. Заканчивая эту волнующую всех тему, мне хотелось бы предоставить слово еще одному человеку, который сейчас живет в Америке. Но с удовольствием поделился с нами своими воспоминаниями. Это сын Никиты Сергеевича Хрущева, Сергей Никитич Хрущев. Когда отец уехал на показ новой военной техники в Байконур, раздался звонок. И с той стороны человек сказал, с вами говорит Галюков из охраны Игнатова, я хочу вам сказать, что против вашего отца готовится заговор. Я сразу как-то, не могу сказать, струхнул. Но занервничал не потому, что я испугался, что заговор, а думаю, втягивает меня в какую-то историю. Тут появилось такое вот не то что сомнение, но ощущение. Ощущение, ну ладно, я сейчас положу трубку, а вдруг он говорит правду. Мы договорились с ним встретиться. Я его подхватил на машине, повез его в лес. И он мне рассказал всю историю о том, что вот его шеф Игнатов ездит, разговаривает с тарифами обкомов, на что-то их подговаривают, все время упоминается октябрь, ноябрь. Но я решил, что все-таки я скажу. Я рассказал отцу. Он, по-моему, отнесся к этому достаточно серьезно, как политик, который прожил свою жизнь при Сталине. С Хрущевым была психологическая драма. Он переживал, так сказать, что ему делать. Вот он узнал, что против него заговоры хотят сместить, но те люди, которых он привел, те люди, которые, он надеется, будут проводить дальше эти реформы. И он вот думал начать бороться, не начать бороться. И проблема не в том, что он не верил, а проблема в том, что он, видимо, решил не бороться. Потому что, ну хорошо, они не хотят меня, Никиту Хрущева. Мне 70 лет, он до этого уже выступал неоднократно и говорил, я уйду в отставку. Наметил срок после 23-го съезда. Ушел бы в отставку, не ушел, неизвестно. И теперь вот начинать борьбу с теми людьми, которых он привел. Он решил не бороться, потому что ведь в государстве того типа, авторитарном, у руководителя очень узкий круг людей, кого он может выбрать. Власть и заговор, я бы предпочел слово сговоры. Потому что это не был заговор в таком, так сказать, детективном плане, когда, так сказать, идет перестрелки, стрельбы, так сказать, кого-то убирают. Люди эти хотели все сделать по закону. И вот отец считал это его главным достижением. Когда он пришел, когда уже он был снят, дал мне свой портфель, сказал, все, кончено. Но даже если бы, говорит, это было единственным результатом моей деятельности, что можно снять первое лицо в государстве без крови, при Сталине бы, говорит, представляешь, какая-то кровища пролилась. Я бы считал, что я жизнь прожил не зря.